Каким образом страдания делают нас совершенными? Дело в том, что, обратите внимание, Христос перед выходом на проповедь 40 дней даже ничего не ел. И это не единственное же, это довольно частое явление, особенно в древности, когда ещё был дух, человечество был в воле высокие, мы очень часто встречаем одно и то же явление в самых разных религиях – явление какое? – подвиги! Обязательно подвиги! Без подвига ничего не приобретёшь! Причём касается это подвига и тела, и души. Подвиг крайне необходим, оказывается, он только воспитывает нашу душу. Тот человек, в котором плоть приобретает, ну, приобретает главенство в его жизни – всё, он разваливается, как правило. Он становится неспособным или очень малоспособным к общественной жизни. Подвиг – это необходимое явление в человеческой жизни. Посмотрите, сама жизнь заставляет нас подвязаться! Посмотрите, школа учится! Господи! Будет! Я помню, как мама меня будет! Разбудила – и я тут же заснул! В школу пора – я тут же заснул! Подвиг – ну, конечно, учиться, работать, как угодно! Постоянно требуется подвиг! Без понуждения себя, конечно же, ничего не добьёшься! Это же совершенно без труда не вынешь рыбку из пруда! А подвиг – это, в конечном счёте, с чем связано? Ну, конечно, не хочется вставать, не хочется работать, не хочется трудиться! Всё это действительно страдание! Это верно же! Так вот, некоторые люди – это умные люди, которые сами, так сказать, налагали на себя вот эти подвиги, и то есть страдали, кажется! Посмотрите, сколько там сотни поклонов там делать, или посты особые совершенно, да, или береги там одевали, да, или в то же одиночество, о котором мы говорили, уходили! Ведь это же всё какие-то тяжелейшие ограничения, которые человек налагал на себя! Но это были очень сильные люди, и которые достигали действительно потрясающих высот духа! Но те, кто сам не может на себя нажить, совне налагаются тогда! Совне! Человек тяжелая работа, оказывается, там, тяжелые отношения, чего только тяжелое состояние организма, какие всякие болезни! Поэтому многие из подвижников говорили, что, например, наши болезни – это те же скорби же, но это те скорби, которые необходимы человеку для воспитания его духа! Без страданий человек не воспитывается! Поэтому есть замечательная фраза отцов, которая гласит – неискушен, то есть неискушён, который не был неискусен, приобретает искусство только тот, кто действительно уже выработал в себе вот это и мужество, и силы, и волю, всё! Посмотрите, как, прежде чем в армию, посмотрите, как обучают! Ещё как! Как обучают! Какие тренировки, какое воспитание, какие приходится именно... Всё это связано со страданиями! Оказывается, невозможно воспитать дух свой человеческий, если его не подвергать вот этим таким испытаниям! Вот вспомните спартанцы, как воспитывали! Знаменитые Спарта! А возьмите те же индейцы, например, американские, как описывают наши... Как у них был обряд инициации! Когда мальчик, когда он подрастал, уже, ну, сколько там лет, не знаю, там, двенадцать, тринадцать, пятнадцать... Но его всё! Его отбирали у матери и забирали там на год, на два, и куда же забирали? В общество мужчин! И здесь его приучали, чтобы он не боялся ни страхов, ни каких-то зверей, ни врагов, ни пыток! Вы слышите даже? Да! В общем, закаляли его так, что он действительно приходил уже обратно мужчиной! Да, без страданий ты не можешь стать действительно настоящим человеком! И противоположная вещь! До чего опасная противоположная вещь! Вот мы видим – всё позволено ребёнку, что он хочет! То есть прямо противоположное! И ребёнок уже разваливается! Ему всё можно! Не смейте ничего запрещать! Это несчастная ювенальная юстиция, которая вошла уже как закон в западные страны! Там уже не знают, что делать с детьми! Они становятся страшными эгоистами! Какие подчас крайние случаи, страшные случаи происходят даже между родителями и детьми! Не даже Христос сказал в Евангелии – и восстанут дети на родителей, и убьют их! Почему? Потому что они привыкли, что им всё позволено! Им должны всё давать! И вдруг не дают! Конфликт! Страшный конфликт! Вот эта ювенальная юстиция, она же на это прямо ориентирована! Превратить детей во что? В зверей! Эгоистов, башков! А посмотрите, что дальше следует! Эти два башка встречаются – он и она! Итак, кто же из них Богом будет? Что начинается? Какие семьи? Вы обратите, как растёт катастрофический процент разводов! Что происходит? Всюду! В мире, в цивилизованном мире! Отсюда семьи разваливаются! Только сошлись – уже разошлись! Ну, конечно! И он – божок, и она… Как она в женском роде сказать? Ну, тоже божок! Да! Вот так! Вот, оказывается, какое дело! Без труда, без подвига, сопряжённо всегда, конечно, с определёнными страданиями, невозможно воспитать действительного человека! Чтобы это был не эгоист, а был действительно член общества, член коллектива, готовый всегда помочь каждому! Это очень серьёзное явление, которое для нашего времени представляет уже огромную проблему! химическую проблему